Тема сегодняшнего доклада Естественно, речь сегодня пойдет не только в НЛО Если бы она пошла бы только в НЛО, это было бы совсем, наверное, скучно Потому что все сто раз уже слышали о том, что в прежние времена Еще до авиации, до появления дирижаблей первых практических Граф Цепелин впервые полетел на сам дирижабле в 1900 году Это, кстати, тоже к нашей конечной дате относится До Графа Цепелина все попытки полететь на дирижабле Могут исчисляться буквально единицами И все эти попытки не выходили далеко за пределы аэродромов, полей Где все эти попытки проводились То есть перелеты между городами были совершенно немыслимыми Самый успешный полет на управляемом дирижабле Дирижабль Крепса и Ренара Вот эти двое французских изобретателей полетели на дирижабле с электрическим двигателем в 1884 году Им удалось выйти, выйдя с места старта, описать круг И снова вернуться к месту, откуда они стартовали, причем несмотря на ветер Но это был совершенно исключительный случай И более того, этот эксперимент показал, что тот двигатель, который они использовали на дирижабле, совершенно непрактичный И к нему требовались огромные свинцово-цинковые батареи, которые занимали практически всю гондолу Поднялись они с очень большим трудом И ток расходовался с такой скоростью, что очень быстро пришлось им понять Что если они хотят вернуться, то надо возвращаться Точка невозврата была всего в 18 километрах от места старта Единственным средством полета, более-менее практичным в те годы, был воздушный шар Свободно плавающий по прихоти ведра Были попытки управлять воздушным шаром Но управлять воздушным шаром можно было только одним способом Каким-то образом его затормозили относительно земли Для этого шар спускали веревку, называемую гайдров И эта веревка, она скользила по земле, либо по воде, либо по льду Ну, желательно, конечно, по воде или по льду Потому что если послушай, она оболочится, то может в любой момент зацепиться за все что угодно И все, полет кончился Либо веревку надрезать и лететь уже как простой свободный воздушный шар Такую веревку с собой прихватил и Соломон Андре Который отправлялся к Северному полюсу на воздушном шаре Но, как мы все знаем, он до Северного полюса не долетел Его шар обледенел, они совершили вынужденную посадку в альдах И на пути обратно к цивилизованной земле все трое аэронавтов погибли Ну и еще один вариант, который не стоит забывать Это то, что сейчас называют китайскими фонариками Это воздушные шары, маленькие, с горелками внизу Которые запускали вместо фейерверков очень часто и частные люди И во время праздников и так далее Естественно, этот шар, летящий по небу и светящийся Он вполне мог быть принят за что-то неопознанное Более того, был даже очень курьезный случай Когда император Николай Первый Видел полет такого шара над царским селом Не понял, что это такое, а сам приказал разобраться Оказалось, запускали вот такой вот воздушный шар Называли еще мандальфьерами И, как говорится, инцидент был благополучно закрыт У нас, кстати, в Санкт-Петербурге вскоре после этого случая Полеты подобных шаров запретили Потому что, если не дай бог, этот шар упадет С еще не погашенной горелкой куда-нибудь на крыльцу Может произойти пожар И тот же император Николай Первый Запретил полеты и запуски подобных шаров В пределах Петербурга и в окрестках Петербургской губернии Но речь пойдет не о таких заблуждениях Это понятно Что все заблуждения, их достаточно много Мы их практически касаться не будем Но вспомним два-три и на этом становимся Если задуматься о том, когда впервые наблюдали Какие-то странные, загадочные и неопознанные явления объекта на небе То, естественно, в первую очередь приходят в голову Две-две внешние цивилизации Это Египет и Шумер Ну и, естественно, Месопотамия Сирийцы, Велоняне Как раз те самые земли, которые были знамениты своими исследованиями в астрономии Откуда пришли так называемые маги Встретить спасителей Иисуса Христа Значит, это как раз были люди из этих земель Если задаться мыслью о том Когда впервые наблюдали то, что вполне могло быть неопознанным летающим объектом То эта дата восходит к 16 веку до нашей эры Значит, вот перед нами самый древний документ наблюдения НЛО Это джебе-баркальская стела Прославляющая, ну не вся стела, только верхняя часть здесь изображена На самом деле она больше, еще вниз туда идет Достаточно камня с надписями Стела, прославляющая походы и завоевания фараона Тутмоса Фараона Тутмоса Третьего И среди всех прочих надписей А здесь надписи всех хвалебные Я пошел, я захватил, я завоевал Я разгромил И в одном месте даже говорится Что фараон, который может вообще один Без всякой армии воевать Что он-то самый могущий, как тысяча солдат Что, ну и так далее В общем, подобного рода похвальба И среди подобного рода похвальбы была следующая надпись Значит, это единственный русский перевод этой надписи Который был сделан у нас, вот в нашем государственном Эрмитаже Надпись, к сожалению, очень сильно битая Поэтому это скорее реконструкция, чем подробный дословный перевод Но это официальный перевод, сделанный нашими египтологами И говорит Мое Величество Слушайте вы, люди Южной страны Стоящей на Святой Горе Трон обоих земель Да будет вам известно чудо, совершенное Аммоном Ра Был второй час ночи Когда стража шла с обходом согласно предписанному Взошла на юге неведомая звезда Никогда прежде не случалось подобного Она стояла против моих врагов Слепила их, сияя против их лиц Никто из них не видел даже собственную руку И никто не мог устоять И Мое Величество накинулся на них И не стал у них колесниц разрушенных в степи И я утопил врагов в их собственной крови Вот Это, как говорится, перевод Перевод и реконструкция Сделанная нашими египтологами На самом деле, конечно, этот фрагмент, он очень битый Сейчас соображу, где курсор Ага, вот он Вот, вот это вот английский перевод того же самого места Вот вы видите сверху Вот тут вот Написано 18 сантиметров Это 18 сантиметров кусок отломан Отломан кусок И Надпись-то самым тоже Вот не имеет практически окончания А нижняя часть Вот здесь множество Еще 19 сантиметров отломано Еще битые части Часть, которая касается знамения Виденного в небе Она утерела более-менее полностью Значит Если кто знает английский То он может прочесть Что здесь, в принципе Говорится о том же самом Но есть места, которые Только по догадке восстановлены Квадратные скобочки Места, которые требуют разъяснения В круглых скобочках И Много еще мест, которые следует восстановить Что еще самое интересное В этом Значит Подобного рода переводы Конечно, они Вот еще Какая трудность при этом возникает Нам нужно понять Это Текст Который является Дословным репортажем То есть Именно так и было Звезда вошла Взошла И так далее Или же Это какая-то Легория То есть Его величество Похожее на звезду Взял и напал И разгранил И так далее Значит Действительно В этом тексте В другом месте Есть место Где его величество Сравнивается со звездой Но он сравнивается Не со звездой Которая восходит А со звездой падающей Что он То самое Набрасывается быстро На врагов Как падающая звезда То есть Как метеор А здесь Речь идет О каком-то Небесном теле Который поднимается Вверх Восходит Это немножко другое То есть Здесь скорее всего Действительно Речь идет О неопознанном Летающем объекте А вот Другой пример К сожалению Это самый не такой Хороший Как предыдущий Значит Это египетский текст Который известен Под названием Папирус Тулли И возможно Про него Многие слышали И читали Там описывается Как фараон Увидел в небе Огромное Светящиеся круги Как Смотрел на них С удивлением Как из этих кругов Что-то на землю Падало И так далее В общем Текст вы найдете Он прекрасно имеется Во всех Практически русских книгах В НЛО Да и в интернете Папирус Тулли К сожалению Этот текст Является Современной Подделкой И Итальянские Египтологи Изучая Вот этот текст Обнаружили Что все куски Которые здесь Выделены Желтым Они взяты Из Египтологического Словаря Гардинера Который вышел Еще в 19 веке И Фразы Оттуда Были вытащены Практически Целиком И слеплены Вот так вот В единое целое Причем Фразы там Естественно Потреблялись В другом Контексте Неофологическом Значит Люди Которые Нашли Папирус Точнее Нашли Они его Привезли Из Египта А каким образом Они его добыли Неизвестно Значит Дело в том Что в Египте Очень развита Индустрия Всевозможных Подделок Скорее всего Борис Дерашель Без который Сделал перевод Вот этого документа Альберта Тули В коллекции Которого хранился Вот этот документ Они были обмануты Скорее всего Именно таким образом То есть Они были действительно Грамотными Египтологами Сами они конечно Документ подделывать Не стали бы Но скорее всего Попались на Подделку Сделанную Вот В те годы Когда они ее добыли А это были годы Уже когда Про неопознанно Летающие объекты Знали И кто-то Вот такую подделку Сделал И над ними Не то чтобы Посмеялся Он наверное Это не значит Что все египетские тексты Которые касаются Каких-то загадочных Небесных явлений Они все сомнительны Нет Есть и другие тексты Где говорится О всевозможных Небесных явлениях Но в них К сожалению Не видно Ничего особо Уфологического То есть Их можно объяснить Как пройдет Там или падение Метеора Или еще чего-нибудь В этом духе Древние египтяне Они кстати Использовали В ритуальных целях Метеорное железо Которое они называли Бья Так что Падение метеоров Для них было Благоприятным знамением А если этот метеор Еще и железный А не каменный Так это вообще Подарок богов Просто сверху прилетел Вот С этим Как говорится Ничего уже не поделаешь В греко-римские времена Тоже очень часто Наблюдали всевозможные Необычные Небесные явления Вот эта книга Древнеримского Специалиста Как мы сейчас сказали Бы это самое Нет Ну Уфолог не годится Но специалиста по-аномальному Может быть Фортеранца Как-нибудь в этом духе Значит Звали его Юлиус Апсеквенс Апсеквенс Это не фамилия Апсеквенс Это прозвище Оно означает Угодливый Или угодник Юлий угодник Вот он составил Рукопись В которой По годам Перечислился Возможные Небесные знамения Которые наблюдались Над Древним Римом Тогдашним И эта рукопись Она к сожалению Тоже уцелела Не целиком Без начала И без конца Только середина Остальное Как-то потрепалось И порвалось Со временем Ну когда свиток Постоянно разборачивают И читают И вот эту рукопись Переиздавали Вплоть до наших дней Потому что Ну во-первых Интересно Что Аномального И необычного Происходило в Древнем Риме Там на небе На земле Что считалось В те времена Чудом А чудом Считалось Очень многое На самом деле Не только Знамения Происходящие На небе То есть Ну видите Вот это издание В Амстердаме На латыни 1679 года И вот этот Вот титульный лист Он как раз Хорошо показывает Что именно Считалось В Древней Греции И Древнем Риме За небесное чудо То есть Возможные огни в небе Двойные самца Луны Кометы Чудеса со статуями Там на примерах Необычное падение Или передвижение Рождение всевозможных Уродов Странное поведение Животных Падение с неба Камней То есть Такие явления Тоже были зафиксированы И мы сейчас К сожалению Даже не знаем Что это было То ли метеоритный дождь То ли полтергейст Который любит Камням бросаться То ли что-то еще Там второе Третье Совершенно неизвестно Значит Именно римляне Ввели В обиход То что сейчас Можно было бы Назвать Летающей тарелкой Только в соответствии С тогдашней Воинственной натурой Древних римлян Они называли Это дело Летающим щитом Причем Для разных видов Щита У них были Естественно Разные названия То есть Например Квадратный щит Высокий Ростовой Который использовали Легионеры Он назывался Скутом А малый щит Круглый На левую руку Которым прикрывались Он назывался Клепеус Круглый Круглый щит И вот При упоминании Щитов Которые летали По небу Употреблялось Второе слово То есть Там пролетало Какое-то Круглое тело Похожее на щит Примеры Я приводить Не буду Примеров Будет очень много На самом деле А если Мизин не придет То В часах Извиняюсь Тогда Не будет Много Примеров Традиция Собирания Всевозможных Загадочных Явлений В одном Месте Она сохранилась И вплоть до Времен Возрождения На этом портрете Изображен Пожалуй Самый знаменитый Собиратель Аномального Чудесного Всего Что Касалось Необычных Вещей Явлений Знамений В небе Это Немецкий Ученый Гуманист Конрад Вольфхард Который Больше известен Под псевдонимом Ликостенос Значит Как так произошло Дело в том Что свои родные Немецкие фамилии В те времена В ученых кругах Были немодные Значит И свою фамилию Вольфхард Он просто перевел На латынь Значит Вовчье сердце Вольфхард По латыни То же самое Ликостенос Получился Вот Конрад Ликостенос Его самый большой Труд Под названием Хроника Чудес и знамений Ее кстати Само тоже В интернете Можно добыть Но Как говорится Мягко говоря Не каждый С ней справится Потому что я в свое время Учил латынь В вузе Но когда я взял В руки Впервые Вот эту книгу Я понял Что моей латыни Честно говоря Не хватает То есть Это латынь Так называемая Варварская То есть Со всевозможными Искажениями С написанием Слов Не классическим Совершенно И Очень трудная Она для чтения Даже для человека Которого латынь В свое время учила А если уж не учил То подавно Там делать там нечего Естественно Подавляющее большинство Всевозможных Нормальных явлений Которые были зафиксированы В книге Того же самого Коннорда Лекарства Эннесса Они очень просто Объяснимы Вот например Одна из грандюр Которая Содержится внутри Она запечатлела Ничто иное Как различные виды Галон Ложных солнц И всего прочего На этом Как говорится Останавливаться Заостряться Особо не будем Потому что подобного Рода заблуждения Они бывают К сожалению Сейчас Ложные солнца Дуги Кресты вокруг солнца Радуги Это все Самая элементарная оптика Не имеющая И ровным счетом Никакого отношения К аномальным явлениям А это уже Аномальные явления Ближе к нашему времени Это уже 17 век Это гравюра Которая Открывает Один из самых Любопытных И удивительных Сборников Которые когда-либо выходили Сборников Повествующих Об аномальных явлениях Этот сборник Вышел Во времена Так называемой Реставрации То есть Когда после Гражданской войны В Англии И свержения Царской власти Императорской Снова На престол Вернули монарха Так сказать Небольшое Отступление Было От славных традиций Английской революции Естественно Нашлись люди Которым Это дело Не понравилось И они решили Во что бы то ни стало Доказать Что возвращение Короля на трон Не богоугодно Как это можно доказать Можно доказать Это например Собрав огромное количество Знамений Всевозможных Которые происходили На небе На земле В воде С различными людьми И так далее Что И естественно Очень просто было Все это связать С королевской властью Что на небе Происходит всякий беспорядок Это значит Что власть Не богоугодна Но несмотря На подобного рода задачу Естественно Сборник получился Очень тенденциозный Тем не менее Где-то 80% Всего содержимого Этого сборника Прекрасно познается Сейчас То есть Там естественно Есть северное сияние Очень плохо описанное Конечно Но тем не менее Узнающееся Там есть Возможные метеоры Там есть Случаи Не относящиеся К нормальным явлениям На небе совсем Вроде рождение Всевозможных уродцев И так далее Но даже После того Как мы откинем Все Что происходило Это самое там В те времена И все Сообщения Которые окрашены Хоть как-то В политический цвет То есть Понятное дело Что их пытались Каким-то образом Привязать Текущей политической ситуации Все равно Остается Очень много Наблюдений Которые Которые Во-первых Необъяснимы Тогдашней конъюнктурой И необъяснимы Теперьшней наукой Это просто Вот такое Небольшое введение О том Насколько далеко И в какую Большую дальность Уходят Наблюдения Всевозможных Небесных знамений Явлений И всего прочего Вот еще один сборник Вышедший в те же самые времена Показывающий Что тогдашние издатели Считали чудесами И знамениями на небе Появление комет Падение метеоров Здесь он выведен Под названием Дротик Сражение армии в воздухе Но это скорее всего Северное сияние Хотя Не исключено Что в ряде случаев Действительно наблюдались На небе Картины Которые Невозможно Объяснить Северным сиянием Сейчас уже Говорится Не узнать Потому что Все-таки Как-никак 17 век Появление Невских солнц На небе Падение Большого града Явление Значит Всевозможных Религиозных персонажей Духов Привидений Призраков Землетрясения Смертность Среди животных Появление Кита В пресной реке Ну и наконец Самые военные действия Если возможно Они тоже считались Своего рода Предвестником Значит Судить По Всевозможным Картиным И рисункам Того времени Конечно Не всегда Очень просто Вот один пример Пожалуй Один из самых известных Благодаря тому Что его пиарил В свое время Наш космонавт Георгий Гречко Это картина Кривели Под названием Благовещение Георгий Гречко И вслед за ним Очень многие Уфологи И Специалисты Полиоконтакт Тверждали Что есть Впечатленный НЛО Который Спускает луч И вот этот луч Попадает на Деву Марию Изображенную В этом углу Вот Чтобы не быть Голословным Вот рисунок Из газеты Комсомольская правда В которой Георгий Гречко Георгий Михайлович Гречко Немножко Багахульствует Значит Тут вместо Религиозной символики Все заменено На НЛО Лучи И так далее А сама статья Называется Вот у меня Ксеропопия Бога к нам Привезли Инопланетяне Как говорится Голубь Голубь Символизирующий Нисхождение Святого Духа То есть Вся картина Это чистая символика Религиозная символика В ней Не надо Видеть Никаких Инопланетян Пришельцев И так далее То же самое Касается 99% Картин На Религиозную символику Которую очень часто Можно видеть На всевозможных Офологических сайтах Там Как правило За НЛО Выдаются Либо шляпы Особенно красные Кардинальские Либо облака Либо Еще что-нибудь Настолько же Безобидное Либо небесные светила Которые очень часто Персонифицируются И К ним прорисовываются Ангелы Которые эти светила Якобы двигают Да Вот например Знаменитый пример Его часто тоже приводят В монастыре Высокие дичаны В бывшей Югославии Над Распятым Иисусом Какие-то странные Летают Светила И в них Кто-то внутри сидит Как будто бы Управляет рычагами На самом деле Это точно такая же символика Это изображение Солнца и Луны В соответствии с тогдашней Иконографией Внутри пангла Ничего больше Вот еще один тоже пример Как не надо Религиозное искусство Понимать В дословном смысле Я даже видел Объяснение Что на этой стеной Росписи А стена Эта роспись Находится В Румынии В городе Секешаара Что на этой росписи Изображено НЛО Поджигающее здание На самом деле Конечно Здесь не нарисован НЛО И здание Внизу совсем не горит Это просто Так плохо Сохранилась роспись А объяснение Ее Все очень просто Вот здесь Внизу Находится надпись Значит Израиль Уповай на Господа По-немецки Псалом 130 В этом 130 Псалме Дальше Защита Господня Сравливается с щитом То есть Господь Есть твой щит И так далее Вот этот щит Господень Вот он нарисован Как раз над зданием Еще один тоже пример Очень хороший Как явление Совершенно природное Получали совершенно Дикую трактовку Особенно после того Как их перерисовали Два, три, четыре, пять раз И каждый художник Вносил какие-то Свои преувеличения Поскольку у нас мало времени Будут интриговать Это тоже Северное сияние Тут и ножи И кинжалы И шпаги И лебарды И отрубленные головы И все что угодно Но тем не менее Это северное сияние Вот еще одно Северное сияние Это из коллекции Пастора Иоганна Якобы Вика Коллекция под названием Викиана Еще называют Это тоже северное сияние В котором народ Видел все что угодно Значит Не будем на этом деле Заостряться Это Гало Но естественно Увиденные глазами людей Того времени Здесь тоже нет никаких Неопознанных объектов Вот само собой Значит Ну вот такие вот рисунки Иногда там появляются Летит женщина с кнутом А на самом деле Это конечная иллюстрация Тоже не из библейской истории Там вы подобного рода Не найдете А из книги под названием Церковная история История Кассазамена Эта история произошла В 387 году В городе Антиохия В городе Антиохия Произошел бунт Против императора Значит Император Византии Тогдашний Запамятовал как звать Неважно Обложил горожан Чрезмерно большими налогами Горожане возмутились Повалили все статуи Императора в городе Потом пошли Подожгли местную Налоговую контору Значит Как там тогда называлось Вот И Всяких там мытарей И Прочих товарищей Призванных деньги отбирать Это сам-то Серьезно побило Значит Пришлось императору Вводить в город войска И наводить порядок Один из авторов Тогдашняя история Его звали Сазамен В своей церковной истории Пишет Я только сделал Прочтую цитату Рассказывают также Что в ночь Предшествовавшую тому дню В который произошло Это возмущение Царь видел призрак Женщины Чрезвычайной величины Ужасного образа Которая Проходя по воздуху Над городскими улицами Поражала воздух Страшными ударами Веча Из этого видно Что некий злой демон Коварно возбудил Тот мятеж И за ним Последовало бы Конечно много смертей Если бы царь не отложил гнева Уважив по своему благочестию Священническое хатадайство Значит Всем понятно Почему появился этот рисунок Нельзя было сказать Что император взорвался И своих подданных До бунта довел А благочестиво написать Появился демон И его чертовскими Демоническими усилиями Разгорелся бунт в городе То есть Достоверность этого рисунка Ну вы сами понимаете Прекрасно Значит Не будем останавливаться На подобного рода Но это Тоже Я это дело пропущу Короче Фейковые новости Они появились Не сегодня Совсем Значит Это памфлет 1616 года Который повествует о том Как в Германии Из могил вылезли Три мертвеца И начали проповедовать О ближайшем конце света Который произойдет Ну естественно Это был фейк Даже наверное Идиснять не надо Почему Но тем не менее Тогдашние читатели верили И вот подобного рода Памфлетов Со всевозможными Выдуманными новостями Они во множестве Расходились По тогдашней Англии Германии И по другим странам Где книга печатания Уже хорошо развилась Дошло дело до того Что в Германии И в Швейцарии Ввели специальную Церковную цензуру На печатание Сообщения Всевозможных Аномалиях И чудесах И это очень хорошо было Это было не Зажимание Свободы слова А именно требование Чтобы рассказы О каких-то Таинственных Загадочных явлениях Были правдой Они выдуманы Тут же на коленке Просмотрительными Печатниками И поэтому Все Например Гравюры Сообщения И так далее Которые были Собраны Благочестивым пастором Аганным Виком Они все проходили Церковную цензуру И как минимум Мы можем сказать Что явления Изображенные Там действительно Происходили А вот что это за явления Уже вопрос другой Вот например Еще один Рисунок Из той же самой Гравюры И здесь Страны То здесь Все зеркально Перевернуто Хотя Я считаю О том же Самом Если кто-то Это самый Видит То здесь Есть и Дата 1561 год МДЛХ1 Вот По крайней мере Вот То что это Произошло Люди верили Настолько серьезно Что даже При церковном Расследовании Видимо Стояли на своем Потому что Без церковного Добрения Без добрения Церковной цензуры Этот рисунок У не вышел Напомним Что и в более Ближние времена Примерно В 1886 году Подобного рода Знамения И явления Видел Константин Эдуардович Солковский Вот это Рисунок Самого Константина Эдуардовича На машинописном Черновике Из Архива Академия наук Тогда СССР Сейчас России Сначала Появился В небе Крест Он Назвался Ошибкой Кряж Надо было Написать Крыш Это крест По-польски А потом Фигура Человека Причем Сбоку Приписка Что Фигура Была Строго Симметрично Прямолинейно Без всяких Хлокьев Зазубрин И так далее Хотя Конечно Это были Какие-то Странные Облака Просто Сложившиеся В такую Форму Вот здесь Мы можем Задаться Вопросом Что В случае Появления Подобного Рода Странных Облаков На небе Это Случайность Которая Воображение Человека Придала Какую-то Форму Либо Действительно Какая-то Внешняя Сила Эти Грант Случайность Появления Понятно Что Снизу Облака Подсвечены Солнечным Цветом Но Тем не менее Вот такая Фигура Появилась Ее Назвали Гринсбургским Ангелом Ее Не только Видели Многочисленные Очевидцы Но и Кто-то Успел Сходить За Фотоаппаратом И ее Сфотографировать Что На эту Тему Думать Совершенно Непонятно Как Ее Не Увеличивай Особо Четких Деталей На них Не Появляется То есть Видно Что Здесь Что-то Сходно Действительно С Человеком Который В руке Держит Что-то Что Держит Этот Человек И Похож Либо На Ангела Или Не Похож Сзади Плащ Или Крылья Сложенные Тоже Совершенно Непонятно Но По крайней мере Объективность Явления Мы имели Возможность Как Говорится Удостоверить Но Это Еще Ладно Бывали Случаи Намного Более Интересная Когда Появлялись В небе Например Человеческие Фигуры Держащие В руках Совершенно Странные Предметы Например В 70-х Годах В 1800 Естественно В 70-х Годах В Норвегии Видели Фигуру Человека Который В одной Руке Держал Молоток И Сеть Рыболовную А в другой Руке Невод С палками И Эта фигура Она Висела В небе В воздухе Не имела За собой Совершенно Никакой Религиозной Нагрузки Как Это Дело Объяснить Совершенно Непонятно Значит Если бы Это Был Мираж Какой-то То Фигура Наверное И Двигалась Потому Что Странно Было Что Человек Где-то Стоит В такой Позе Держит В руке Какие-то Разные Предметы И Не Движется В течение Пяти Минус Лишним Пока Длилось Это Наблюдение Он Как-то Шевелил Руками Ставил Этот Немот Работал Молотком Но Тем не менее Получилось Так Что Фигура Была Совершенно Неподвижна И До тех пор Пока Она И Исчезла Так Неподвижна И оставалась Если бы Где-то Была бы Статуя Изображающая Рыбака И Она Может быть Там Отразилась То Статуя Была бы Одноцветной А Здесь Люди Видели Что Человек Был одет Как Обычный Рыбак То есть У него был Красный Сфитер Зюдвестка Это сам Плач То есть От непогоды Штаны Сапоги Все Отличалось По цвету То есть От живого Человека Настоящего Это изображение Ровно Еще там Ничего Не отличало Там Не было Ничего Ни ангельского Ни демонического Ни Еще чего Быто Ни Было Значит Если Вы заметили Я Еще До сих Пор Не Заговорил Ни разу О дисковидных Объектах Которые наблюдались Во все эти времена Я полагаю Что это Все и так Прекрасно знают Что во все времена Начиная С Как минимум Греко-римских И кончая Самым 1900 годом Постоянно Наблюдались Объекты В форме Диска Либо Щита Либо других Круглых предметов Однажды Даже Наблюдался В небе Предмет Который Очевидцы Описали Как имеющий Форму чайника Но здесь Видно Все таки Имелось Ввиду Что Внизу Какое-то Круглое тело А сверху Что-то Типа Ручки Может быть Купол Может еще Что-то Но это По крайней мере Мои Такие Соображения Может Действительно Тело имело Форму чайника Хотя Про носик У этого тела Ровным счетом Ничего не говорится Как и про ручку Скорее всего Это просто Было Какое-то Внешнее Чисто Семинутное Сходство Что касается Всевозможных Видений В небе На небе И На земле То между ними Практически Нету Твердого И четкого Перехода Например Во времена Гражданской Войны Между севером И югом В Соединенных Штатах Наблюдали Чрезвычайно Интересные Явления На южной Стороне Воюющих Над хлопковым Полем Сначала Появилось Огромное Количество Цилиндров Серого Цвета Сделанных Как бы Из Дыма Тумана Или как Облако Вот Посвернутое В виде Цилиндра Как Бумажная Трубка И такие Облака В вертикальном Положении Они Десятками И сотнями Проплывали Над Холмами Настоящими Деревьями И иногда Даже Проходили Между ними Задними То есть Прекрасно Показывали Что Дистанция Определенная Есть На определенном Расстоянии Ветви Заслоняли А на другом Расстоянии Заслонялись Ими Сзади Цилиндры Эти были Непрозрачными После того Как эти цилиндры Пролетели В огромном Количестве В небе На земле Появилось То что люди Назвали Призвичной Армией Огромное Количество Людей Шло По местности Выходили Из ниоткуда И потом Пропали Куда-то Тоже От сам Никуда Как объяснительно Видение Или еще Что-то Совершенно Непонятно А вот Другой Пример В котором То что Начиналось На небе Перешло Впоследствии На землю Опять же Это тоже Видение Которое назвали Все время Призрачной Армией Здесь я Пожалуй Фацитирую Цитату Случай Этот Произошел Во Франции 3 мая 1891 Года Одна Из газет Напечатавших Сообщение Об этом Явлении Была Новозеландской То есть Сенсация Была Такой Что Докатилась Даже От Европы До Новой Зеландии Понятное Дело Что Европейские Газеты Об этом Сообщали Так же Значительное Волнение В окрестах Меца Это Франция Вызвало Призрачное Явление Самого Удивительного Характера Впервые Его Заметили Вечером 3 мая 1891 Года Когда Несколько Крестьян Проезжавших По шоссе Увидели То Что На первый Взгляд Казалось Небольшим Облаком Над лугами Неподалеку От места Куда Они Направлялись Их Любопытство Было Вызвано Близостью Облака Ну Земля Наполагать Но К их Изумлению Плотная Темная Масса Постепенно Рассеялась И Распространилась По большой Площади А Материя Из которой Она Состояла Постепенно Принимала Форму Лидера Шаде Артиллерии И всей Трибутики Настоящей Войны Крестьяне Стояли Завороженные Наблюдая За таинственным Явлением И стали Свидетелями Грандиозной Битвы С удивительной Точностью Военных Деталей Которая Продолжалась Около Полутора Часов Потом Наступила Темнота И призвичные Фигуры Постепенно Растаяли Свидетелями Явления Стали В общей Сложности Более Ста Человек И оно Прозвело Такой Фурор Что Вокруг Гитарит Паника Считается Что Это Знамение Грядущей Войны Между Францией И Германией Ну Как бы Они Не ошиблись Только До Войны Между Францией И Германией Прошло Еще Лет Тридцать Почти Двадцать Что Мы Здесь Имеем Мы Имеем Сам Видение На земле В виде Пызрачной Армии Изображение Сражения Облако Которое Висело Над землей Потом В это Дело Превратилось И точно Такие же Явления Наблюдались На небе Где Облачная Масса Либо Превращалась Каким-то Образом В фигуры Людей Либо Как бы Раскрывались И внутри Них Демонстрировались Какие-то Изображения Вот Один из Таких Случаев Не знаю Насколько Он Правдивый Но никаких Подтекстов Ни религиозных Ни политических В нем Я не нашел Содержится В том же самом Сборнике Которую гравюру Он показывал В сборнике По названию Мирабилисамус То есть Мирабилисамус Это в переводе С латыни Означает Год чудес Или чудесный год Английское Название Того же памфлета Год чудес И знамений Сейчас Мы Найдем Соответствующий Отрывок Оттуда Вот Это произошло В 1661 году В октябре В Англии В Бристоле Неподалеку Несколько человек Примерно 15 или 16 Пребывающие В Ветдинге После обеда Гуляли по берегу Реки Северн Некоторые из них Гуляли по берегу Воды А другие Подальше Но все По их словам Видели Поднявшись Над водой Облачко То есть Облако Это не прилетело Сверху А поднялось Снизу Напоминающее Воздушных Змеев Которые Мальчики Развлекаются В полях Облачко Поднималось Все выше Пока не превратилось В обычное Для тех Мест облако И когда они Стояли Смотря вверх И глазея на него Они отчетливо Увидели Как облако Раскрылось И в нем Увидели нечто По этому мнению Похожее По форме И пропорциям На высокого Черного Человека Тощего Телосложения Который Казалось Очень быстро Передвигался Туда-сюда Потом Облако Снова Закрылось И вскоре Раскрылось Во второй раз И там Усадник На коне Который Очень быстро Но недолго Двигался Туда-сюда И вскоре И исчез И облако Краще Сомкнулось Когда она Открылась В третий раз Там появился Образ Весьма Милой Красивой Дамы Которая Двигаясь Туда-сюда Как две Предыдущие Фигуры Исчезла И все Облако Расселось Ну вот Как говорится Понимаем Как хотим Значит Вот это Явление К нему Никакой Религиозной Трактовки Не подобрать Там появился Ни Иисус Христос Ни Дева Мария Просто Красивая Дама И уж Тем более Всадник На коне Никакого Религиозного Подтекста Под собой Не содержит Естественно Не привязать Это явление Их политической Обстановке Того времени Это не намек Настолько тонкий Что мы его Не понимаем Это действительно Чрезвычайно Странное Наблюдение Как Подобного Рода Вещи И явления Объяснить Надеюсь Само-таки Все в курсе Что неопознанные Летающие Объекты Очень часто Взаимодействуют С облаками Чрезвычайно Странным образом Они Либо Окутываются Облаками Либо Как бы Управляют Ими То есть При появлении Этого Объекта Облака Например Может разойтись В виде Совершенно Идеального Круга Которая Пропускает Сквозь себя Неопознанный Летающий Объект А потом Как диафрагма Фотоаппарата Закрывается За ним Вполне возможно Речь идет о управлении Облаком На гораздо Более Высоком уровне Чем мы себе Это дело Предполагали Вот с какой Целью Это уже Совершенно Как говорится Другой вопрос Еще интереснее Другие Наблюдения Которые В которых Тоже Виден Какой-то Подтекст Имеющий Значение Для людей На земле Но не имеющий Скорее всего Совершенно Никакого Смысла Для Тех Кто управляет Вот этими Неопозными Объектами Если Конечно Не предположить Что Они Каким-то Образом Пытаются Воздействовать На людей На земле Я имею Ввиду Появление Всевозможных Фигур В небе Которые Имеют Религиозное Значение Значит Здесь Ангел Весьма Сомнительный Но бывают Ангелы И намного Более Ощутимые В небе Увиденные И Другие Как говорится Фигуры Религиозные Вот вы уже Видели Две гравюры С распятием Например И действительно Ли это было Именно так Как изображено На гравюре Или художник Немножко Преувенчил Мы не знаем Но подобного Рода Явления Они наблюдались И вплоть До наших Кремен Вплоть До момента Когда Уже Появилось Фотографирование Когда Подобного Рода Изображения Уже Начали Фиксировать Я Эти изображения Приводить Не встану То есть Они выходят За нашу Временной Отрезок За 1900 Год Они были Сделаны В 30 Годы В 40 Были снимки Сделаны Американскими Летчиками Во время Второй мировой Войны С высоты Улаков И Очень Многие Как говорится Другие Явления Но опять же Здесь С каждым Из них Нужно Разбираться В отдельности Но в общей массе Конечно Нет никаких Сомнений Что подобного Рода Явления Происходят В чем Вот эта Взаимосвязь Между Нашей земной Религией И Всевозможными Видениями На небе Оставим В стороне Явные Выдумки Оставим В стороне То Что Видели люди В не самых здоровых Умственных Условиях Например Во время Длительного Поста Молитвы Или еще Очень часто Подобные Роды Видения Возникали Когда Пища Вся В каком-то Регионе Была Например Отравленными Катоксинами Очень страшное Воздействие На Психику Людей Когда-то В свое Время Оказывалась Пуринья Которой Мог Быть Заражен Весь Урожай В легких Дозах Пуриньевое Отравление Вполне Могло Вызывать Массовые Галлюцинации Чрезвычайно Яркие Из Подобного Рода Введениями Галлюцинациями Ознакомились Даже И наши Соотечественники Сам Последний Случай Массовое Отравление Спуриньей Произошел Во Франции В 1951 Году То есть Через 6 лет После Окончания Второй Мировой Войны В небольшом Городке Поинценденспри Практически Весь Хлеб Которым Пользовались Местные Гусеники Оказался Заражен И люди Видели В небе И огненные Шары И много Чего Еще Возможные Красочные Пугающие Видения Некоторые Из них Выпрыгивали Из окон От ужаса Увидев Эти галлюцинации Ломали Ноги В общем Короче Подобного Рода Состояние Не очень Здоровое Оно Вполне Могло Породить На небе Подобного Рода Явление Но Опять Как говорится Фотоаппарат Не обманешь И не накормишь Его Ни спрыньей Ни ЛСД Ни Чем Быто Ни Было Еще А Такие Фотографии Имеются Естественно Имеются В достаточно Значительном Количестве Вот В чем Как говорится Это связь Она Является Односторонней Или двухсторонней Вот зададимся Этим вопросом То есть Какие-то Желания Чаяния Людей Могут ли Они быть Спроецированы Каким-то образом Наверх На небо Чтобы отразиться Там В виде Подобного Рода Видений То есть Понятно Что каждый раз Когда происходили Подобного Рода Видения Обстановка На земле Была Далекой От нормальной Например Вот этот Ангел Появился В самый разгар Первой мировой войны Когда американские Войска Уже Воевали На европейском Театре Военных Действий Уже Пришли Первые Похоронки И естественно Население Было чрезвычайно Зволновано От ходом Военных Действий А некоторые Еще опасались Что военные Действия Могут Каким-то образом Быть перекинуты На территорию Соединенных Штатов Потому что Немецкие Дипломаты На полном Серьезе Обсуждали С Мексикой Вопрос О Военных Действиях Против Соединенных Штатов С Мексиканской Территорией Естественно Ничего из этого Не вышло Но американские Граждане Этого не знали Или другой Более Зашумевший Пример О нем Вы можете Прочесть В книге Нандера Фодера Между Двух Миров Эта книга Вышла На русском Языке И в интернете Она есть Поэтому я не буду Пересказывать То что в ней Говорится Тем более что Мне речь идет Во время Немецких налетов На Англию В небе Появился Появилось Изображение Иисуса Христа И рядом с ним Двух ангелов И креста И всего прочего Что с этим связано И это видели Сотни людей Сфотографировать К сожалению Не удалось Ни у кого Фотоаппарата не было Но наблюдали Это явление И местный священник Который Естественно Не усомнился В подлинности Подобного рода Явления И все Его прихожане Которые в этот момент Находились На улице Значит Опять же Возвращаясь К этому вопросу Если Возможно Какие-то Подсознательные Желания Человека Или его страхи Или что-то еще Может отразиться На небе То Явление Это одностороннее То есть Например Мы смотрим На небо Коллективно И что-то там Формируется Или же Сверху Есть еще Одна ступень Которая Вот это Как бы Коллективное Бессознательное Улавливает И преобразует То что Мы сейчас Называем Неопознанными Летающими Объектами Могут ли они Вот это Коллективное Бессознательное Каким-то образом Считывать Вот Чрезвычайно Интересный вопрос Потому что Сами Неопознанные Летающие Объекты Коллективное Бессознательное Не Вписываться Ни в Древние Времена Ни в Средние Века И так Далее Образ Летающего В небе Диска Не Ассоциировался Ровным Счетом Ни с чем Точнее У него Было Только Две Ассоциации Возможные Римля Называли Его Просто Летающим Щитом Но При этом Не Связывали Его Ни с Какой Там Божьей Защитой Или Чем То Еще В Средние Века Появление Этих Дисков И Действительно Иногда Рассматривалось Как Признак Того Что Бог Кого-то Защищает Например В знаменитой Записи Которая Содержится Во многих Средневековых Рукописях В том Числе И в Так Назаваемых Ларийских Хрониках Содержится Упоминание Тоже Чрезвычайно Известное О том Что Во время Осады Одного Из замков В разных Рукописях Приводится Разное Название В одних Он Называется Сигиберг В других Эресбург Есть и Другие Варианты Но Смысл Один и Тот же Что Когда Язычники Осаждали Христианский Замок Внезапно В небе Появились Два Красных Щита И Это Явление Произвело Такую Панику На Осаждающих Что Они все Убежали Прочь От Замка Причем Бежали Так Что Некоторые Из Них Даже В Хаотическом Бексте Поубивали Друг Друга То есть Например Неслись Там С Пиками Большими С Копьями Размахивали Оружием В разные Стороны Не Видя Никого И Очень Многим В этой Панике Полюбли Если Б Речь Шла Просто Как Говорится Символи Божьей Защиты То Одного Щита Наверное Хватило Продемонстрировать Сказал Не Случайно А Целых Два Щита Это Как Б Совершенно Избыточный Образ Потому Что Господь Един И Соответственно Его Щит Он Должен Быть Один А Видели Два То есть Здесь Как Говорится Религиозным Образами Это Все Не Очень Объяснимо А Потом Когда Наступило Время Просвещения Уже Восемнадцатый Век Девятнадцатый Век Религиозные Без всяких Объяснений Продолжали Постоянно Появляться В небесах Над Различными Населенными Пунктами И так далее Дело Причем Часто Очень Не Ограничивалось Дисковидными Летающими Объектами Они Могли Быть И Тегровидной Формой Такие Наблюдения Тоже Были Неоднократно Сделаны Они Могли Быть Круглой Формой Они Наконец Могли Быть Похожи На Обычный Метеор Падающий С неба Если Не Считать Того Что Метеор Падал С неба Десятками Минут Иногда Даже За Целый Час В Одном Самом Удивительном Наблюдении Такого Рода Если Б Сделавший Это Сообщение Моряк Не Упомянул Время Я Ничуть Не Усомнился Что Здесь Речь Идет Об Обычном Метеоре Болите И так Далее Но Тем Не И только Через Час 25 Минут Оно Как бы Взорвалось Над Океаном Бывает Как говорится И так Более Того Неопознанные Летающие Объекты В небе Очень Часто Сопровождаются Другими Аномальными Явлениями Около Земли И Мы Постоянно Это Самое Можем Думать Каким Образом Они Вообще Связаны Про То Что Наблюдение Неопознанных Летающих Объектов В небе В том же Небе Я надеюсь Вы уже Знаете О том Что Наблюдение Опознанных Летающих Объектов В небе Может Спровождаться Картинками Разной Степени Яркости И четкости На земле Тоже Как говорится Особо Удивительного Ничего Не представляет Мы Сейчас Знаем Что Есть И голография И всевозможные Проекции И так Далее Вот Здесь Как говорится Проектор Себя Выдает Я Уже Приводил Подобного Рода А в ряде Случаев Мы Не видим Никаких Неопознанных Летающих Объектов В небе Аномальные Явления Такие же В приземном Слое Происходят Либо Неопознанных Летающих Объект Там Невидимый Либо Их Появление Связано Каким-то Совершенно Другим Образом Непричинным То есть Это Не Неопознанных Летающих Объект Что-то Проецирует На землю А какая-то Общая Причина Один из Чрезвычайно Странных Загадочных Явлений Которые Наблюдаются В приземном Слое Это то Что условно Можно назвать Черная фигура Подобного Рода Фигуры Они могут Быть Человеческие Они могут Быть Нечеловеческие Могут Изображать Животных Например Громадных Собак Как в случае С знаменитой Призрачной Собакой Великобритании Черный шаг Собака Которая Наблюдается Практически По всей Территории Великобритании Она отличается Практически Двумя Приметами Полностью Черный Цвет И светящие Глаза Не просто Отражающие Свет Как Катафот Или как Глаза Кошек В темноте Когда Ни фонариком Посветишь А именно Светящиеся Собственным Светом Либо Ярко-красные Либо Другим Зловещим Цветом Глаза Светятся И точно Такие Человеческие Фигуры Черные Во времена Так называемого Уэльского Возрождения В 1905 году Такие фигуры Видели неоднократно Причем Однажды Наблюдали Например Такое явление Что эта фигура Стояла В поле И вдруг Ее пронзил Луч Упавший сверху И фигура Исчезла Такие явления Тоже Бывают Неоднократно А в ряде Случаев Подобного рода Черные фигуры Видят В небе То есть Такое впечатление Что для них Уровень Земли Совершенно Безразличен Они могут ходить По земле Они могут ходить Над землей Они могут ходить По облаку Или делать вид Что ходят По облаку Если это проекция Это понятное дело Что совершенно Безразлично Более того В ряде случаев Наблюдали Как Странный Черный силуэт Ходит в небе И гасит С собой Звезды Своими очертаниями Человеческий силуэт Вполне И подобного рода Вот я Выписал Предостаточное количество Подобного рода Историй Но просто Поскольку Время у меня Уже немножко Подходит к концу Не будем на этом деле Затормаживаться И Задерживаться Я рано или поздно Все это дело Либо в интернет Выложу Либо в письменном виде Как-то все это дело Изложу Не обязательно Сейчас Заниматься Цитированием Первоисточников Просто Вот примите Имейте в виду Что подобного рода Случаи есть И Бывают они Совершенно неоднократно Что они Значит Два самых главных Тезиса Подобного рода Явления наблюдаются Они не связаны С уровнем земли Они каким-то образом В ряде случаев Связаны с неопознанными Летающими объектами В других случаях Тоже можно подозрить Естественно Наличие НЛО Хотя мы его не видим Но Общность этих случаев Она Как бы здесь Имеет место быть Что еще Можно Сказать По этому поводу Огромное разнообразие Того что наблюдалось В небе Естественно Не ограничится Этими случаями Например Возьмем То что В средние века Например Называли словом Дракон Подобного рода Наблюдения Естественно Делались неоднократно О них писали Вполне Просвещенные Грамотные Эрудированные Ученые Средних веков И подобного рода Наблюдения Они дошли Вплоть до До 20 века Потому что Самое последнее Наблюдение дракона Которым я прочел С собственному изумлению Оно датируется 90-ми годами 20 века Более того Были случаи Фотографирования Вот таких вот Драконоподобных Существ Естественно В Китае Потому что Тамошняя Специфика И менталитет Особенно поощряют Подобного рода Наблюдения Но я думаю Что европейские Наблюдения Такого рода Они тоже Не Не стоит Их в лице Избегать И не брать Внимание Здесь еще вот Что Очень интересно Что подобного рода Наблюдения Они связаны С ожиданиями Человека О том Что можно Увидеть На небе Когда люди Интенсивно Это самое Ну не интенсивно Желали увидеть А просто Не считали Невозможным Увидеть в небе Например Дракона Дракона Видели А когда Подобного рода Наблюдения Стали считаться Суеверием В лучшем случае Или Например Плохо опознанным Метеором Болидом Природными явлениями Вроде смерч И так далее Да Недаром же Змея Горыныч Сейчас поставляет С образом смерча Который свой хобот Спускает вниз Сейчас засасывает И так далее Вот Горыныч То есть Горный То есть Воздушный Высоколетающий Горний Точнее Вот Как только Общее Массовое Ну назовем это Бессознательное Перестало Допускать В общей массе Наблюдения Драконов Как тут же Эти наблюдения Прекранились Опять же Как говорится С чем мы имеем Дело Либо С прямым Воздействием Нашего Бессознательного На небесный Свод Либо же С посредованным Воздействием Нашего Бессознательного То есть Тех Ко летают Над нами Они Это дело Каким-то образом Либо считывают Либо воспринимают И уже Сами Формируют Вот эти Вот образы В соответствии С нашими Ожиданиями Предпочтениями И так далее Я даже Скажу Больше Что В ряде Случаев Подобного Рода Введения Они иногда Они иногда Они иногда Может быть Играют На территориями И Польши И Польши Ни другие Ни другие Ни другие Летательные Аппараты Тяжелее Времена Вот этой Волны Неудобными В эксплуатации Чтобы Ими Пользоваться Практически Хотя Форма Конечно Удобная Но С управляемостью И с другими Всевозможными Аспектами Эксплуатации Этих аппаратов Дело было Не так радужно То есть Воспроизведения Одной формы К сожалению Недостаточно Надо еще Какие-то двигатели Соответствующие Этой форме И тогда У нас будут Настоящие Земные летающие Тарелки А не Жалкие Подражания С чем Это можно Связать С тем Что нам Действительно Хотят Какую-то Подсказку Это самое Подсказать И направить Нас По какому-то Пути Нужному Им Возможно Или же Это просто Чистая случайность То есть Понятное дело Что все Изобретения Они не Возникают На пустом месте То есть Когда люди Всерьез Начинают Задумываться О, например Полетах Естественно Очень многие Начинают На эту тему Думать Начинают Делать Эксперименты Пробные Полеты Неудачные А их Было Достаточно Много В 80-е 90-е Годы 19-го Века Естественно На этом фоне У всех Были ожидания Что вот-вот Мы полетим И вот На фоне Этого Ожидания Уже И возникла Эта волна Можно считать Ее чисто психологическим Феноменом Но опять же Это не так Потому что Чисто психологические Феномены Не фотографироваться А таинственные Летательные аппараты Которые Летали Над Соединенными Штатами Те же Были Фотографированы Как минимум Трижды И встречи происходили Что? Встречи происходили И встречи происходили Да Но при этом Вышедшие Из этих аппаратов Пилоты Говорили Я Джон Смит Из Техаса Или Мы летим на Кубу Или еще что-нибудь В этом духе Дайте мне купороса И напильник А то у меня мотор засорился Вот Подобного рода Контакты Это Тоже достаточно Странно Если это Действительно Какой-то спектакль Разыгранный силой Внешне По отношению К человеческому То В чем ее Смысл Здесь в данном контексте Если же Это мистификация То Как говорится Вопрос снимается Но в том-то и дело Что подобного рода Контактов Было слишком много Чтобы все из них Назвать мистификацией Это было бы даже С моей точки зрения Чересчур Хотя нет Конечно Мистификации были Они были очень многочисленными Более того В 1797 году Был знаменитый Так называемый Заговор Телеграфных Железнодорожных Телеграфистов Которые придумывали Фальшивые новости О появлении Вот этих вот Воздушных кораблей Соединенными Штатами И передавали их По телеграфу дальше А потом смотрели Как газетчики Все это дело Перепечатали На полном серьезе И люди Более того Соревновались Кто более дурацкую Выдумку придумает И чтобы ее Обязательно напечатали А потом поржать Таким образом Появились истории О том Как прилетели Люди Северного полюса Там оказывается Населенная земля Существует И другие Выдумки Такого же рода Естественно Такие же глупые Такие же бездарные Но вот они тоже На этом фоне были К сожалению К величайшему Значит Перед тем Как перейти К возможно Каким-то вопросам Или еще К какой-то другой Конкретике Потому что Я просто задавлен Огромным количеством Информации О наблюдениях В небе И около земли Вот в этот Описываемый нами Промежуток Практически всех Мыслимых И немыслимых Явлений Странные светящиеся полосы Загадочное освещение В небе Появление Небесных экранов То есть Когда в небе Появляются Квадраты И в нем Внутри Происходят В этом квадрате Какие-то Действия Разыгрываются Иногда Чрезвычайно страшные Пугающие И так далее Значит Сейчас я все-таки Не удержусь Почту Какой-нибудь из них Вот Например Вот Соединенные Штаты Америки Арканзас Ноябрь 1860 года Очевидец Который в газете Назван только Под псевдонимом Старый Джек Старый Джек По его словам Поехал верхом в горы Он поднялся На склон горы Был около Одинся часов вечера Внезапно Он был поражен Сильным грохотом Чего-то Что прозвучало Громче грома И потрясло Как землетрясение За этим тут же Последовали Громкие удары Барабанов Звон духовых Оркестров И шум Подобный Миллионам Диких голубей В полете Странные звуки Раздались Прямо над головой Старого Джека И заставили его Посмотреть вверх Зрелище Встретившееся Его взгляду Повергло его душу В ужас Он то ли срез То ли упал с лошади Никогда не мог сказать Что именно И лежал Распростершись На обочине дороги Глядя на странные Явления в небе Он увидел в небе Многие мириады людей Некоторые без рук Некоторые без голов Третьи изуродованы Того что едва Напоминали человеческие фигуры Там были флаги Развивающиеся на ветру И леса блестящих Кружейных стволов И сверкающих штыков Которые скрылись В свете звезд Эти армии Шли бесконечными колоннами С севера на юг И с юга на север Бесконечные отряды всадников Проносились То тут, то там По бескрайнему воздуху Великолепно одетые мужчины На лучших лошадях Передвигались Среди воздушных армий Вдруг небо разошлось Треснуло посередине С востока на запад И показалась Кровава красная полоса облаков Катящаяся и учащаяся С каждым мгновением Становилась все шире Пока не охватила Всю центральную часть неба Это облако светилось Как металл в печи Только цвет его Был кроваво красным Когда марширующие армии Приблизились к его краям Сотни и тысячи из них Были сброшены В огненную бездну Он видел Как их носило Бесконечные голов В кипящем огненном облаке Затем облако Стало сжиматься Становиться все уже и уже Как сказал старый Джек Через некоторое время Оно изменило цвет На беловато-коричневый Затем исчезло И разлом в небе закрылся Ну вот такая история Если она правдивая А никаких церквей признаков Что это не так У нас нет Если не считать Странного псевдонима Очевидца Только говорится Вот что с этим делать Кто демонстрирует И проецирует на землю Вот подобного рода Странные фигуры Изображения И с какой целью Значит Здесь у меня есть Кое-какие небольшие догадки Значит Дело происходило Где-то за Три года до начала Гражданской войны В Соединенных Штатах Между севером и югом То есть А здесь как раз Напоминается в тексте Что войска ходили С севера на юг С юга на север По направлению На небе Ну и естественно Изображение массовой гибели Оно как бы Вполне могло относиться К временам Гражданской войны Где погибли Сотни тысяч человек Ну вот тем не менее Как говорится Знамение хотелось бы Все-таки увидеть пояснее И не такое С которым Очевидец Совершенно не знает Что делать Ну вот он увидел Вот он испугался Вот он как говорится На всю жизнь запомнил Что видел подобного рода Явления Но гражданскую войну Если это конечно Относилось К гражданской войне Это дело Ничем не остановило Вот Чтобы я вижу Что уже народ Заскучал Чтобы не было скучно Покажу еще Некоторое количество Самой иллюстрации Из пожалуй Самого красивого Сборника Посвященного Всевозможным Аномальным явлением Которое называется Аугсбургская книга чудес Или по-немецки Аугсбургер Вундерцехенбух Эта книга Она была Нарисована Художниками В городе Аугсбурге Где-то между 1550 И 1552 Годом До наших дней Дошло Около 170 Рисунков Из этой книги Часть была украсена Естественно Не все рисунки Там посвящены Всевозможным Небесным явлением Я просто Отобрал оттуда Самые несколько десятков Рисунков Просто показать Как И какими глазами Тогдашние люди Видели Небесное знамение И соответственно Соответственно Прочту То самое Какие подписи К этим рисункам Там были А некоторые из них Еще прокомментирую сам Потому что они А мне требуют Комментарии Комментировано 73-м годом До Рождества Христова Подпись гласит Да и дело Якова происходила Во времена Римской империи Подпись гласит В стране Римлян В 73-м году До Рождества Христова В небе Увидел золотой шар Который затем Упустился к земле Покатился И снова Поднялся в воздух В направлении Восходящего солнца Он был такой Огромной величины Что полностью Слонил солнце За этим Последовала Великая Междуусловная война 44-й год До Рождества Христова На следующий день После смерти Юлия Цезаря На востоке В утреннем небе Появилось Три солнца Которые затем Двинулись Навстречу друг другу Так что Слились воедино Но это естественно Гало Это не Аномальное явление 66-й год От Рождества Христова Уже Наша эра Иерусалим Над городом Появилась звезда Имевшая вид меча В течение целого года Стояла комета В тот же праздник Корову Подведенной Преосвященником К жертвеннику Родила теленка На священном месте Перед закатом солнца Над всей страной Видели мчащиеся В облаках колесницы И вооруженные отряды Кружающие города Значит Подробности Вы можете прочесть В книге Иосифа Флавия Иудейские войны В 2007 году Появилась удивительная комета От нее исходили Огонь и пламя Во все стороны Ее падение на землю Видели в Германии И в Италии В 2009 году Солнце Темнело Луна обогрелась кровью Произошло Великое землетрясение И упал с небес С ужасающим шумом И грохотом Огромный пылающий факел Похожий На колонну Или башню За этим Последовала гибель Многих людей Голос поразил Германию И Италию Причем Больше людей Уберло Чем осталось В живых В 1106 году В пятницу Первой недели Поста 16 февраля Вечером Появилась Необыкновенная Звезда Она являлась На юге И на западе И была видна 25 дней Всегда В одно и то же время С юга К ней Направлялся Огромный Сноб света Затем В Великий Четверк Были видны Две луны Одна из них На востоке В 1114 году В месяце июня В некоторых Итальянских землях Палил дождь из крови Он был виден Отсюда И очень странным образом В 1119 году Луна окрасилась Кровью И же метрясение В итальянских землях Продолжалось Девять дней Многие города И деревни Были разрушены Учтите Я не все рисунки Там из этой книги Показов А только Самая характерная В 1119 году Огненные стрелы Или копья Появились на небе Во всех его частях Звезды падали на землю Если их поливали водой Они кричали Или держали То есть По всей видимости Тела были раскаленные И шипели Когда на них поливали воду В 1162 году Во крестах Милана 12 дней подряд Шел снег Так что люди впали под чай И могли выйти Встретя друг с другом Снег засыпал Дома и деревья В сентябре 1173 года На закате Были замечены На западе Три солнца Через два часа Оба внешние солнца Исчезли После чего Оставше солнце Зашло Но это тоже голом Тоже снег Снегопад Странный Вот еще одна комета Которую изобразил художник И подписал так В 1300 году На небе появилась Страшная комета И в том году В день святого Андрея Землетрясения Потрясло землю так Что многие здания Обрушились В это время Папа Бонифаций VIII Через первый юбилейный год Это солнечное затмение 1360 года А вот это падение Какого-то тела По всей видимости Метеорного Подпись здесь такова В 1362 году Время падения Отта Георга Саксонского Камень Большой Диковины Упал с неба Время сильного ветра и дождя В это время Маленькие кроваво-красные кресты Появились на многих людях И солнце поглазило тьма Это появление саранчи Как говорится Ничего аномального В 1401 году В Невин Германии Появилась большая комета С павильным хвостом За этим последовалась Сильнейшая чума В Швабе Еще одно затмение На этот раз лунное Ну и так далее Солнце, кометы Землетрясения Извержение вулканов Здесь изображен везувий Опять затмение солнца Визит саранчи Странный монстр Странный монстр Которого вылупили Из реки После наводнения Уже мертвого То есть Скорее всего Это конечно Был обычный осел Но уж больно Причудливо Его изуродовало Несущимися камнями И так далее Вот Это так называемый Крейтсвондер То есть Чудо с крестами Которое произошло В Германии В 1503 году С неба падали Какие-то вот Маленькие крестики Которые Оставляли следы На одежде Тоже в виде креста И подобного рода Случай Он бы был бы забыт Которые современными Историками Если он не произошел Со знаменитым художником Альбертом Дюрером И в сохранившихся Дневниковых его записях Рассказывается о том Как с ним произошло То же самое Вот что здесь изображено Естественно В подписи К этому рисунку Художник написал Что в том же году В Риме за 6 недель Сменилось трое пап То есть Все небесные явления Каким-то образом С земными событиями Они связывали Очередная комета Очередное землетрясение Это май 1515 года Такое явление Наблюдали в Берлине И это опять Не аномальные явления Такие явления Часто наблюдаются На закате Или при восходе солнца Так называемые Солнечные столбы А вот это уже Вполне может быть Неопознанным летающим объектом К сожалению Нам здесь доступна Только следующая подпись В 1518 году Такая звезда Изменяющая свою форму Была видна В канун Андреева дня 29 ноября В Беймаре На дрочке Кляйн-Вейлд Еще одна комета Чрезвычайно странная На этот раз Подпись здесь такова В 1519 году На 14 день после смерти Его височиства Великого императора Священной Римской империи Максимилиана Да будет славна его память Такая комета Была видна Ангордом Майнца В течение целых двух дней Два дня Это слишком короткий срок Все-таки На мой взгляд Для наблюдения Обычной кометы Так что Что здесь наблюдалось Я лично не знаю Вполне может быть Что и какой-то Неопознанный объект Голос Самый обычный Опять же Ложное солнце С дугами Всевозможные Различные варианты Ложных солнц И ложных лун Явление саранчи Дуги Ложное солнце Кометы всевозможные Вот такие вот Такие вот рисунки Наблюдались Вот например здесь Визит кита Которого видели Неподалеку от Лиссабона В Португалии Сопровождаются По всей видимости Северным сиянием На небе Вот сверху оно Изображено Северное сияние Художник это дело Подписал так В 1531 году 26 января В Лиссабоне Португалия Ночью на небе Были замечены Кровавые огненные знаки А 28 января В море видели Огромного кита За этим последовали Страшные землетрясения Еще комета Как говорится Поимка странного чудовища С человеческим лицом Что это было Тоже совершенно непонятно Кометы Сразу 4 кометы Которые якобы Наблюдались на небе Но всем понятно Что настоящие кометы Так раскладаться не могут Еще одно Странное видение Подпись Под этим рисунком Такова В 1531 году По Страсбургам И в других местах Видели кровавые видения С мечом в руке А также огненную цитадель Напротив нее Вооруженное воинство На конях Как нарисовано здесь Возможно Речь идет о северном сиянии Хотя я не уверен Три ложных солнца Город Мюнстер Еще одно видение В небе Человек Всадник Странные змеи Которые летали По небу Возможно Речь идет о метеорном дожде Хотя если рисунок точный То они летят Правильно На земле А не наискосок Респеку вниз Еще дракончики Которые уже Изображены на сей раз Достаточно Достаточно четко Здесь тоже у меня Никих объяснений Тому как И каким образом Вообще Вот это дело Удалось увидеть Тогдашним очевидцам Подпись Под этим рисунком Гласит В октябре 1533 года В Багерии В Охтленде А также в небольшой Области Ашер Это ныне Чехия Видели Пролетающих драконов Сгребнем на голове Рылом Как у свиньи Двумя крыльями Это продолжалось Несколько дней Более 400 из них Как больших Так и маленьких Летели стаи Как нарисованы здесь Такое существо Якобы поймали В воде Опять всевозможное Голло Явление в луне Явление в звездах Странный огонь В небе Тоже не исключено Что северное сияние И у нас совсем интересно Это самое видение Опять же Вот какими глазами Надо было на небо Наблюдать Что подобного рода Вещи Углядеть Это якобы Видели в Польше В 1545 году 29 марта Причем Речь здесь Не может идти Северным сиянием Потому что Явление наблюдалось Днем Явление наблюдалось Днем Началось наблюдение В 8 часов утра И закончилось В час дня То есть Когда уже солнце Светило Ну во всю Просто Так что Северным сиянием Это дело Объяснить Совершенно Никак невозможно Взрыв в городе Огонь с неба Упал на башню Раздался Взрыв пороха Огонь с неба Это вполне может быть Молния Так что Здесь Ничего чудесного Быть не может А вот это явление Появилось В Швейцарии На светлом небе В кантоне Гларус Опять же Это сам повторяю Что подобного рода Явления происходят Не только ночью Когда я прилегу Списать на северные сияния Но и днем Появляются облака Эти облака Раскрываются И у них появляются Картины более-менее Пугающего содержания Как говорится Что здесь Конкретно было Опять же Остается Для меня Большой загадкой Это обычное Галло Ложное Солнца Ну и так далее Это самый странный град С какими-то изображениями Выпал в 1552 году 17 мая На Дордрах В Голландии Ладно Граничимся Этим На самом деле Конечно Очень много рисунков Изображающихся Возможно Загадочные Таинственные явления Были сделаны За всю историю человечества Этих рисунков Только у меня Более пяти сотен Конечно Все их принести И показать Я не мог Но Самые Галицекрасивые Красочные из них Вот пожалуй Подемонстрировал На самом деле Коллекции Подобного рода Рисунков Изображений Особенно коллекции Оганны Якобы Вика Она находится Вся сейчас В открытом доступе На сайте Центральной библиотеки Швейцарии Если вам будет Не лень туда залезть И их перебрасить Вы там найдете Подобного рода Изображения При избытке И при доставке Возможно Я Затянул Немножко Это самое Своим рассказом Возможно Не осветил В достаточной мере Того что мне Хотелось бы сказать Но Подводя итог Сведу Это дело Вкратце К Несколько Тезисам Просто К тезисам Которые Как бы Подчеркнут Все сказанное До этого Во-первых Неопознанные Летающие объекты Существуют В этом Нет никаких сомнений Также существуют Явления Которые пристают Нам в виде Загадочных Введений на небе Условно Назовем их так Эти введения Или явления Также объективны И очень часто Подлежат Фотографированию В-третьих Эти явления Или введения Очень часто Сопровождаются Наблюдением Неопознанных Летающих объектов А иногда Не сопровождаются То есть Приписывать их Однозначно Деятельность НЛО Мы не можем Можем только Сказать Что НЛО Каким образом Здесь связано То ли их порождает Одна какая-то причина То ли НЛО Прилетают По этой же причине Туда Где появляются Эти явления Знамения И так далее То ли происходит Еще что-то О чем мы не можем Сказать Но связь Здесь определенная Есть В-третьих В-четвертых Уже точнее Подобного рода Явления Не ограничены Воздухом Они очень часто Происходят Не высоко Над землей Или на самой земле А может быть Происходят Даже и под землей Только там Их наблюдать Некому И это Грязь Не преувеличение Потому что Часто Наблюдается Загадочные Странные Явления В шахтах И подземных Пещерах Загадочные Свечения В пещере Каллигер Например На Камчатке Озеро Каллигер Или Калыгирь Как оно сейчас Называется На современных Картах Явления Которые Наблюдали В шахтах Джисказгана Где загадочные Лучи Выходили Из потолка И уходили Куда-то вниз Под землю Наблюдение Всевозможных Подземных Фраклорных Существ Всевозможных Карликов Гномов И так далее Это же тоже На чем-то основано Кроме того Что люди Надышались Рудничным газом У них галлюцинации Начались Я не думаю Что все случаи Можно объяснить Именно таким простым образом Иногда Наверное Особенно Когда Наблюдали Люди Это дело В граноспасательном Снаряжении В котором Полный Цикл Переработки Кислорода Замкнутый Эти граноспасательные Средства Они не требуют Воздуха Извне Вообще То есть Выдыхаемый воздух Поглощается Ублекислый газ Специальным фильтром Туда Добавляется Немного Кислорода Из баллона И опять Все возвращается В циркуляцию То есть Надышаться Рудничным газом Чек не мог А всевозможные Загадочные зрелища Все равно Видел К сожалению Фотографий Подземных чудес Нет Подземная среда Она к сожалению Не очень фотографированная Так что Эти явления Происходят Практически На любом уровне На нашем На небесном И скорее всего На подземном Тоже И все эти явления Они являются Объективной реальностью В том смысле Что Они не только Наблюдаются Глазами И фотографируются Но очень часто Подобного рода явления Оказывают Вполне ощутимое Воздействие На окружающую среду По небу Это не очень заметно То есть Небесные явления Они на нашу Окружающую среду Влияют иногда Только Резким увеличением Температуры То есть Люди чувствуют Жар исходящий С неба Или как В случае С Знамениями Подобного рода Которые произошли В Фатиме В Португалии В 1917 году Когда то Что местные люди Называли Солнцем Которое Пронеслось Над ними Над толпой Оно Пронеслось И у людей Которые стояли Под дождем Без зонтиков Промукли Естественно Вся одежда Высокла Тут же Причем Высокла одежда У людей В пределах Полосы Где-то шириной Около сотни метров А люди Которые стояли Дальше Этой полосы С обеих сторон Они так и остались Мокрыми И только те У которых над головой Прошло это явление Которое Кстати Очень многие Описывали Не как солнце А как серебристый диск Вот они высохли Когда явление Происходит на уровне Земли То естественно Оно Очень часто Оставляет следы Как в случае С легендарными Черными собаками Англии Они не всегда Бесплотны Как в случае С теми Самыми черными Фигурами Которые оставляют Иногда весьма Заметные следы А иногда бывает И не оставляют То есть Это тоже Не обязательное Правило Но иногда Бывает и так Что Подобные роды Видения Например Призрачная армия Которая наблюдалась У нас в Прибалтике Когда они Коснулись земли То в том месте Где они коснулись земли Впоследствии Нашли следы Капут Ну скептики Естественно Ну армия Блатонная Скептики Естественно Сказали Что здесь Раньше Гнали Сход какой-нибудь Но я думаю Что крестьяне Все-таки умеют Следы лошадиных копыт Отличать От следов Для коровьих копыт Ну вот так вот Если есть какие-то вопросы Какие-то замечания Какие-то мысли И так далее То перед тем Как уступить слово Следующему Автору Я с удовольствием Отвечу на любые вопросы Какие есть Да пожалуйста Вы знаете о таком эффекте Человеческого мозга И животного Называется Паридалье Да безусловно Я знаю о таком эффекте И конечно Человеческий мозг Всегда сможет Осмысленное изображение Изобразить Особенно если Речь идет о наблюдении Одиночного очевидца Или о толпе людей Зараженных единой идеей Да и толпа людей Да И толпа людей Тоже может увидеть Да Когда например Вот летит дракон И все посмотрели На облако Какое-нибудь странное И увидели дракона Разумеется Такой эффект есть Но в очень Большом количестве Случаев о Паридалии Не может идти речь Во-первых В силу того Что были наблюдатели Из разных точек Не зараженные Одно общие деньги Да Это не обязательно Это может быть Два человека увидеть Да Если там будут Даже просто два Круглых объекта Которые можно Сложить в глаза Человек увидит Образ Вот Безусловно Безусловно Самоподобного рода Объяснения Они приложимы К очень многим наблюдениям Но скорее всего Не ко всем Потому что Есть ряд наблюдений Которые продолжались Буквально часами Вот Смотрите Достаточно Известный эффект Паридалия Когда Бабушка У себя из тостера Вытащила Тост С ликом Иисуса Да Таких случаев полно И за счет Вот этого Эффекта Паридалия Лик Иисуса На этой будущей Видело очень много людей Безусловно Подобного рода Эффекты Конечно Очень чистые И на небе Например В случае Когда там просто Толкночные формы И так далее Действительно Люди Зараженные Какой-то идеей Могут там Увидеть много чего Смотрите Те же самые Созвездия Они сформировались Зачастую Из эффекта Паридалия Потому что Большие звезды Частенько Давайте вернемся К Циолковскому Вот вы видели Рисунки Циолковского Они совершенно Идеально Правильные Симметричные То есть Четырехконечный крест С идеально Ровными сторонами Симметричный Образованный Правильными линиями Правильные линии В природе Они Не образуются А в ряде случаев Наблюдали Чрезвычайно Сложное зрелище То есть Зрелище настолько Сложное Что объяснить Это дело Какое-то Паридалии Совершенно невозможно Более того Да На Паридалию Можно совершенно Спокойно Списать Очень многие Наблюдения Такого рода Но Опять же Повторяю Что например Когда Зрелище Началось В 8 часов Утра И продолжалось До часу дня То Уж наверное Это сам Теплака Разнесло бы Ветром По эти Паридалины Уже так Что они уже Другой полушарий Наверное Плыли бы За эти 5 часов Но тем не менее Вот мы видим Чрезвычайно Странное Изображение Ежели Это не выдумка А я не думаю Что это была выдумка А восприятие времени Тоже вещь относительная Да Восприятие времени Вещь относительная Могут показаться Что прошел час Особенно в то время Когда точного Источника времени У тебя нет Безусловно Безусловно Это самое Безусловно Можно Паридали Объяснить Очень многое Да Но опять же Представить себе Что человек Тем более Это сам население Например Целого города В течение 5 часов Развлекало себя Это сам Паридали Ну это честно говоря Выходит немного За мои рамки За рамки Моего представления Я тут подобрал Другие примеры Которые К Паридали Очень тяжело И сложно отнести Причем явление Которое наблюдал Не единственный человек А целая группа людей И иногда Группу людей Находящихся В разных местах То есть например Люди находящиеся В стационарном положении На земле И люди на поезде Который в это время Проезжал мимо И те и другие Видели Зрелище Совершенно одинаково Хотя Точка зрения У них смещалась Вынужденным образом По ходу движения Поезда Да я согласен Что подобного рода Явления Ведения Наблюдения Надо делить Как говорится Пусть даже на 10 Что люди В прежние времена Они были достаточно Скажем так Наивными Не очень скептическими И имели Мистическое мышление И имели Мистическое мышление Но при всем при том Как говорится Не стоит забывать Что подобного рода Явления Они происходили Не только До авиационной эры Они происходят И сейчас Но сейчас Сейчас мы уже имеем То самое Другие обвинения Помимо Придали Что это Психологическое оружие Что это Голографическая Проекция на облака Что это Прожектор В который Кто-то зарядил Слайд И демонстрирует Значит Изображение Что это Как говорится Ну Масса есть Возможных Объяснений Вплоть до Шоу дронов Которые Взлетают Единым облаком Выстраиваются В какую-то фигуру Потом одновременно Сжигают огни И появляется Какое-то изображение Надпись И так далее В небе Я потому и выбрал Докосмическую И доавиационную эру Потому что Все эти обвинения Можно смело Отмести в сторону Значит И относительно того Что касается Неопознанных Летающих объектов И относительно того Что касается Введения в небе Но тогда же Люди могли И написать Все что угодно Согласитесь Было Несколько Алхимических Трудов Которые Были Одни созданы Из-за Коверческого Слова Чтобы продать А другие Просто в качестве Развлечения До сих пор Решифровать не могут Вот Но подобного рода Это Шутки Розыгрыш И так далее Опять же Если бы Речь шла О единичном случае Мы могли бы Его объяснять Так И это Как говорится Пятым Десятым образом Но когда Перед нами Это самые Десять Пятнадцать Двадцать Сотня случаев Простирающихся От времен Древнего Рима И вплоть до Тысяча девятьсотого Года То наверное Это сам сказать Либо человечество Все это время Сблуждалось одинаково По непонятной причине Хотя менялась Религия Мировоззрение И так далее Значит Римы Ни глядели на небо Совсем другими глазами Не такими Какими Смотрели Например В средние века Европейцы А люди девятнадцатого века И уж тем более Люди времен Эпохи просвещения Которые боролись С церковью Они ни за что В жизни бы не Стали бы Смотрите Вот ту книгу Которую вы показывали Иллюстрации С которой Даже допустим Если ее было Сто экземпляров В то время Цена книги Была достаточно хорошая И тогда уже Даже умели Зарабатывать деньги На подобных трудах Потому что Если взять Допустим Количество пальцев Святых В реликвариях То столько пальцев У этих святых Никогда не отрастало Я вам скажу вот что За ту книгу Иллюстрации С которой я показывал Не деньги зарабатывали А ушей лишались Печатники тогда То есть эта книга Была моментально Внесена В список запрещенных книг Ее тираж Был конфискован Потом напечатан Еще один подпольный тираж В другом месте И женщина Жена печатника Которая уже сидела в тюрьме Она тоже села в тюрьму За это дело Реставрация в Англии Это было дело суровое И люди Могли воплотиться За печатание такой книги Это самое Ее распространение Не только ушами Могли расплатиться Но и жизнью на плате Так что Вопрос о заработке Здесь не стоял Здесь скорее Вопрос в другом Что это была литература Примерно приравненная Ну я не знаю К диссидентскому самосдату В Советском Союзе То есть Его печатание Распространения Считалось Незаконным Нелегальным И противоречащим Тогда же не власть Незаконную книгу У вас не купят Если она у вас была Вот Вот как вы думаете Если бы у вас Сейчас была эта книга Сколько бы она стоила Я могу сказать Сколько сейчас Эта книга стоит Сейчас Экземпляр этой книги Стоит 1670 фунтов Стерлингов На последнем аукционе Экземпляр этой книги Был продан Именно за сколько Так что Не могу сказать Что это маленькая сумма Но и не могу сказать Что это очень большая сумма Нет Здесь Речь скорее шла О идеологической борьбе И в этой идеологической борьбе Речь дошла До Знамений Которые происходили На небе Я не удивлюсь Что некоторые Из этих знамений И явлений Были выдуманы В политических целях Но опять же Как говорится Часть из них Опознается Очень легко То есть Люди Описали Увиденное на небе Именно так Как они видели И настолько хорошо Что современному ученому Или специалисту Ничего не стоит Это дело опознать Более того Есть другие источники Которые подтверждают То что написано В этой книге Например Одно из явлений Которые в этой книге Описано Грандиозный болид Который пролетел Над британскими островами 30 октября 1660 60-го года Его видели Не только Составители этой книги Люди Которым рассказали Об этом пролете Но и оно В других источниках Тоже содержится То есть Явление было Совершенно грандиозным И его видел Очень много народа Опять же Если мы имеем Перед собой Наблюдение Которое хорошо Опознается Современной наукой И рядом с ним Наблюдение Которое современной наукой Не опознается Имеем ли мы Право Отвергнуть Наблюдение номер 2 Только на том основании Что они не опознаются Или все же Признаем За наблюдателями Того времени Способность Правильно Грамотно И хорошо Ну естественно С учетом суеверия Того времени Описать увиденное И донести его До нас Вот так Как они его видели Запечатлели И так далее Вот вопрос В чем дело Это самое Я не отрицаю Проидоливия Не отрицаю Возможность обманов Не отрицаю Возможность Всевозможных фейков Более того Я бы очень много Просказал Про всевозможные Газетные Журнальные Памфлетные фейки Того времени Их действительно Было очень много Но опять же Здесь вот Я имею дело С явлениями Уже отфильтрованными То есть Все сомнительное Все В чем у меня Какие-то сомнения Возникают Все уже убрано Все Мы имеем дело С чистым остатком Который уже Профильтрован Фильтрован И признан Той самой Годной рудой С которой можно Уже иметь дело И какие-то Выводы из нее делать Да Все Возможные Заблуждения Обманы Преодолии И все прочее Все это По возможности Было убрано Осталось Вот только Вот это Как говорится Либо мы Это дело Признаем Либо мы Это дело Не признаем Но если мы Это дело Не признаем То должны быть Какие-то основания Кроме того Что возможно Преодолия Собственно говоря Вот Ну Еще не упомянули Что И надводной Средой Тоже всякие Илей Наблюдались Можно это Все приписать И к этому Да Про водную Среду Я вообще Промолчал Потому что Я про это Дело Прошлый доклад Читал Кто присутствовал На прошлом докладе Прекрасно помнит О чем я рассказывал Там Значит Если кто-то Не присутствовал Не помнит У меня на эту тему Целая книга вышла Опять же Не буду сейчас Давать рекламу Второй раз Кто хочет Кто-то ее найдет Всевозможные Явления над водной Средой Да Они происходят Они тоже Происходили раньше Они происходят И в наши дни И более того В наши дни Они фотографируются Хотя Конечно На фотографиях Запечатлевается Очень часто Не то Что видят люди Невооруженным глазом Вот это еще Один очень интересный Момент Который я упустил Но он До авиационной эре Не относится То есть тогда В случае фотографирования Вообще чего-то Аномального в небе Они начали Идут с единицами Фотография еще Не стала таким Массовым хобби И кроме того Фотография В 19 веке Была в основном До появления фотопленки Очень сложным процессом То есть Громоздкая камера Пластинки Всевозможные Фотографические Стеклянные Которые приходилось До вставлять Фотоаппарат Надо было установить На треногу Потом нацелить Выдержка иногда Была совершенно огромная Нужна Либо дополнительный Источник освещения В виде магниевой вспышки Ну Все вы видели Как фотографировали В 19 веке До появления Портативного кодека Так что Фотографии Всевозможных Аномальных явлений В 19 веке Раз-два Обчелся Особенно правдивых Дело в том Что Тогдашние фотографы К своему Великому Это самое Счастью Обнаружили Что такое Двойная экспозиция И тут же Прилестнее играться Так что Ну это в основном Касается Снимков В области Спиритизма Духов Призраков И так далее Очень просто Было Фотографировать Какую-нибудь Фигуру Либо живого Человека Либо еще Чего-нибудь Потом Двойная экспозиция И все И полупрозрачная Какая-нибудь фигура На переднем плане Призрак идет Ну это конечно Примитив Он с теперешними Современными Специалистами Фотографии На раз-два Распознается А всевозможные Явления в небе Неопознанные Летающие объекты И так далее Вот Фотографии Такого рода В 19 веке Я уже говорю Что не начнется Единицами За всю волну 1897 года Удалось снять Вот эти загадочные Аппараты В небе Всего три раза По крайней мере Я встречал Только три упоминания И к сожалению Все эти три фотографии До нас Не дошли До наших дней Так как были Затеряны Где-то В аберриентах Прошлого Может быть найдутся Потому что все-таки В Америке Не было ни войн Ни серьезных потрясений Хотя газетные архивы Очень часто выбрасывались Уничтожались И так далее К величайшему Сожалению нашему Тогдашняя печать Не позволяла Воспроизводить фотографии Внутри газеты Поэтому газета Просто сообщала Что вот удалось Фотографировать Например Такой-то вот Объект Пролетевший над городом Фотография Это описывалось Словами Но саму фотографию Поместить в газете Было невозможно По техническим причинам Не тот Как говорится Уровень был печати Зарисовки наверное Зарисовок много Это самое Но про эти зарисовки Вот мне сейчас Вы тоже скажут Что это про Идали Это самое И так далее Зарисовки конечно были Зарисовки Гравюра Иллюстрации Иллюстрации Сделанные очевидцами Карикатуры всевозможные Это все В избытке было В газетах 19 века Но вот Автографии не воспроизводились Были интересные В то время Таинственные дирижабли В районе 1900 года С мощными прожекторами 1911 год Которые летали Совершенно И что интересно И что интересно В Америке существовал Круп воздухоплавателей Которые Имели тайну Этого воздухоплавания И у них Основывалась Подъемная сила На некем Оранжевом газе Который они получали Я слышал про эту историю Но к сожалению По следам этой истории Пытались пройти Неоднократно И историки И специалисты По краеведению И специалисты По воздухоплаванию И поднимали Самые документы Всевозможные И записи Как это сказать Регистрации Жителей Всевозможных Переписей И так далее Действительно Лежили люди Уфамянуты Там вот В таком-то городе В времена Все американских Переписей И к сожалению Они пришли к выводу Что подобного рода Истории Они не имеют Под собой Оснований То есть Действительно Это самый Был человек Который Оставил После себя Множество Всевозможных Заметок Рисунков Чертежей Вырезок И так далее Вот Некто Делшао Но Сейчас Вот эти вот Все рисунки Они считаются Всего лишь Примером Так называемого Наивного искусства И не более того То есть Был ли он психически Болен этот человек Или просто Такая вот Оригинальная Мюбла Инстилляция На тему Воздухоплавания Или еще что-то В этом духе Вот сейчас Понять невозможно Потому что Задним числом Уже Никак Не отгадаешь Что произошло Как произошло Нет Здесь Картина примерно Та же самая Что и с Виманика Шастрой Я дико извиняюсь Конечно Ничего кроме фантазии Вот за Подобного рода Литературой Не стоит Не Ну там На основе Баллона Который все-таки Присутствует Ну естественно На основе Баллона А в оригинальной Виманика Шастре Которая была Издана В начале 20-х годов Там тоже Электромоторы И крылья И чертежи Там тоже Там И много чего И так далее Там Баллонов Я что-то не помню Вот Там баллонов Не было Потому что Рисунки И чертежи Далшау Рисовались В времена Когда еще Не было Авиации Более-менее Приличной А те Рисунки Виманика Шастре Они относятся К 20-м годам Когда авиация Уже всерьез Вышла На воздушные просторы Так что Нет Эти Оба случая Они к сожалению Не относятся К подлинным Их Можно считать Просто Оригинальной мечтой О воздухоплавании А в втором случае С Виманика Шастре Еще Возвеличение Собственной страны Весьма унижено Англичанами Но К реальным Загадкам на небе К сожалению Это все Не имеет Никого отношения А то Что имеет Все это Сам пытался Рассказать Насколько Мне это Дело Получилось Как говорится Судить Вам Возможно В ближайшее Время Я смогу Все это Дело Как-то Собрать Объединить Воедино Может быть Еще одну книгу Придется Написать Черт его знает Не знаю Сейчас Заранее Сказать Ничего Невозможно Единственное Что я могу Сказать То Что Подобного Рода Исследования Конечно Не останутся Без Их Какого-то Выхода Публичное Пространство Помимо Вот этой Лекции Что Будет Еще Выход Всего Этого Дела В систематизированном Виде В виде Скорее всего Даже Печатном Пусть Даже Тиражом Очень Небольшим Как Последняя Наша Книга Вышла Вместе С Ильей Бутовым Посвященная Таинственным Аэропланом Тиражом Всего 120 Экземпляров К сожалению К величайшему Тоже Мне ничего Говорить Не буду Чтобы Мне говорили Что Одна Сплошная Реклама Нет Если Надо Кому То Вы Конечно Найдете Так Еще Есть Вопросы Но Существуют И менее Понятные Явления Которых Могут Рассказывать Люди Которых Справтор Стихиатры Есть Которые Водят Транспортные Самолеты Постоянно Работают С оружием Со Сложнейшей Техникой В Том Све В В современном Мире На каких-то Учениях И так Далее Да Что-то Есть Непонятное Но Что Это Как бы Понять Очень Сложно Прежде Всего Из-за Отсутствия Какой-либо Логики В этих Явлениях На самом Далее Так Вот Что Получается Когда Предлагают Угадать Указывают Допустим На Средний Стаканчик Его Переворачивают А шарика Там Нет А Если Перевернуть Стаканчик Стоящий Справа Там Его Нет Тоже А если Слева Его Нет Тоже Потому Что Шарик Он Разводил Между Пальцами Зажат И Здесь То Самое То Есть Нам Показывают Шарик Кто Непонятно Кто А Потом Когда Пытаются Кто Понять Где Он Шарик На Ходится Вот Был Он В Небе И И Есчез Какое Это Явление А Его Нет Я Хотел Сказать Что Подобного Рода Явление Которое Не Объясняется Земной Логикой Жак Войле Назвал В свое Время Мета Логикой То Есть Логика Действий Разум Отличающийся От Человеческого Она Может Быть Не Понята Нами То Мы Руководствуемся Совершенно Другой Логикой Логикой Чуждого Нам Разума А За Этими Явлениями Конечно Стоит Разум Мы Понять Либо Не В Состоянии Пока Либо За ней Стоит Что Что От Нас Скрыто Вот Как Этот Шарик В Руках Разводила К сожалению К величайшему Поэтому Все Что Мы Можем Сделать Это Продолжать Дальнейший Анализ Искать Скрытые Взаимосвязи Между Явлениями Которые Раньше Считались Совершенно Независимыми Друг От Друга Как Например В случае Морских Всевозможных Аномалий Которых Я говорил В прошлый Раз Ну И Пытаться Все Это Дело Сложить Более Менее Непротиворечивую Картину Не Ударяясь При Этому В Мистику В Религию И Во Все Остальные Очень Простые Пути То Есть Не Поддаваться На Соблазнительную Простоту Подобного Рода Выходов Там Например Все Это Демоническое Соблазнение Например Или Ну И Все Как Говорится На этом Наука Кончилась Объявили Чертовщины Что-то Это Все А дальше Только Разве Что Святую Воду Собой Носить В кармане Вместо Санитайзера В ковидные Времена Это Самое Что Еще Можно Придумать В данном Конкретном Случа Но Тем Не Менее Опять Я Хочу Заметить Тем Кто Хочет Подобного Рода Картины Ведения Знамения Явления Приписать Чему-то Религиозному Хочу Заметить Три Следующие Вещи Что Во-первых Среди очевидцев Подобного Рода Явлений Очень часто Бывали Священники Монахи И Иногда Население Целых Монастырей Как Говорится Люди Которые Уже В силу Своей Собственной Профессии Или Жизненного Выбора Должны Быть От Дьявольского Соблазна Как Минимум Достаточно Серьезно Защищены Быть Во-вторых Подобного Рода Явления Они Не реагируют Очень часто На Всевозможные Религиозные Атрибуты То есть На Крестное Знамение На Святую Воду На Все Что Угодно Как Говорится Не Действуют А В тех Случиях Когда Действуют Еще Непонятно Что Подействовало То есть Может Быть Движение Самого Человека Навстречу Или Это Просто Случайное Полтергейст Бывает Что Когда Прошел Обряд Экзорцизма В доме Полтергейст Пропал Священник Уходит Доволен А Бывают Случа Когда Обряд Экзорцизма Совершен А Полтергейст Одевает На голову Священнику Кастрюлю С борщом И он Уходит В борще И Как Говорится Никакой Логики Здесь Мы тоже Не видим Почему В одном Случай Подействовало В другом Случай Не Сила веры Она К сожалению Не мерится Никаким Силоверометром Или Как там Это называется Кроме того Всевозможные Небесные Явления Введения Знамений Видели люди Совершенно Святейшей Жизни Которые Впоследствии Были Канонизированы И причислены В лику Святых Так что Я думаю Что Ужих Наверное Чертовский Соблазн Должен был Миновать Вот Опять же Мы возвращаемся К случаям Когда в небе Видели религиозное Видение Наоборот Например С христианским уклоном Видение Девы Марии Видение Крестов Распятий Святых Наблюдаемых В небе И так далее Вот Если это чертовщина То зачем же Они нам показывают Например Иисуса Христа Деву Марию Там Ангелов с крыльями Вот зачем Как говорится Для того Чтобы плестить И соблазнить Так это Извиняюсь Не плещение Соблазна Скорее Наоборот Только в луно Церкви Может столкнуть людей Если сам Своими глазами увидел В небе Деву Марию То естественно В первую очередь Человек Бежит в церковь Будет хреститься И молиться Даже я думаю В наши дни Не говоря уже Про 19 век 18 и так далее Опять же Здесь вот Вопрос В взаимосвязях Этих явлений С религией Он не настолько Прямой Как кажется То есть Например Бог посылает нам Знамения Хорошо что дальше Это самое Скончилось исследование На этом Черти нам показывают Знамения Хорошо Чем отличаются Знамения Которые насылают Черти от знамения Которые показывает Бог Вот как говорится Ответьте на этот вопрос И тогда Как говорится Все будет хорошо Значит Я если честно Я бы честно Пытался ответить На этот вопрос С точки зрения Человека религиозного Смотрел Литературу Посвященную Всевозможным знамениям Видениям Чудесам Как православную Как католическую И нигде не мог Найти чертого ответа Пожалуй только Единственный намек Был У Игнатия Бринчанинова Святителя Значит что Демонские видения Вызывают страх А святые видения Вызывают Просветление Радость И так далее Опять же Здесь можно поспорить Потому что Иногда бывало Что Видение Святых И так далее Крестово И всего прочего В небе Вызывало страх Совершенно отчетливый У людей Которые это дело Наблюдали Которые и падали И бывало Что даже и сознание Теряли И так далее И наоборот Видение Это значит Извучайно устрашающее На небе Частенько заканчивалось тем Что люди шли в церковь Крестились Обращались И так далее Как это было Неоднократно Совершенно Например В времена Тех же самых Крестовых походов Когда видели Всевозможные явления Такого рода Так что Здесь тоже Это не универсальный Совершенный показатель Невозможно Его Считать Каким-то образом А вот Например Те же самое НЛО НЛО В виде серебристого диска У одних Оно вызывает страх У других Восхищение Хотя Объект Один и тот же Совершенно Просто Все зависит Дело От Скорее всего Психии человека И от того С какими Мыслями Эмоциями И так далее Он смотрит на это явление Здесь Опять же Простых ответов нет Да Простых ответов в уфологии Не бывает Если честно Потому что Всегда Когда нам кажется Что мы находим Какую-то закономерность Всегда найдется Другая закономерность Опровергающая предыдущую закономерность На этом Позвольте Сам мне закончить Вот на такой Немного неопределенной ноте Но к сожалению У нас здесь не математика У нас дважды два Иногда бывает пять Иногда бывает восемь А иногда и двадцать шесть в кубе Так что На этом Как говорится Позвольте откланяться